На мой взгляд, самая вкусная клубника – вот кимберли. Ее кушаешь и кушать хочется. Про клубнику Надежда Юрцевич, кажется, знает все. Из 15 сортов любой определит по вкусу. И пусть в этом сезоне красная ягода не во всей красе, чтобы как следует на лице не хватило влаги, вкусовых качеств не потеряла. Бабушка, когда-то мамина мама и папина мама, они постоянно выращивали клубнику большими площадями. За сезон клубники можно было заработать на то время, как я помню, что маленькая была, машину купить. Клубничных плантаций в Лунинецком районе не имеет разве что ленивый. Но чтобы заработать на машину, говорят пришуки, сейчас нужно сильно постараться. В семье Носкевич клубнику выращивают четыре поколения. На клубничном поле работают истрики, и малыши. В разгар сезона встают с рассветом, отдыхать ложатся за полночь. Труд признается тяжелый, но от красного золота никто не отказывается. Наоборот, стараются арендовать гектары земли своей на большую семью уже недостаточно. Начинается и в четыре утра, и в пять утра, по-всякому. Бывая с утра выбираешь, а далее уже выбираешь после работы. А так оно выгодно. Можно и в школу детей одеть за клубнику. Десять ящиков свежесобранной клубники вечером повезут продавать на базар. О прибыли здесь говорить не любят. Просто намекают, заработать можно. С 15 соток при худшем урожае – 2000 рублей. Тем более, что ягода не требует больших вложений, разве что уход. Рынок большой, прошеднемся дальше. Вечером на рынок деревни Дворец съезжается, кажется, весь Лунинецкий район. Самый разгар торговли приходится на 7 вечера. Тут местных фермеров, еще у шлагбаумов встречают оптовики. Клубника сейчас в спросе. Из-за нехватки дождей спеет медленно. А потому есть смысл местным поторговаться за большую цену. За крупную клубнику оптовики готовы заплатить 2 рубля за килограмм. Мелочь – наполовину меньше. Цена на ягоду может поменяться 5 раз в день. Спрос есть. Все зависит от предложения. Рынок во Дворце называют местной комаровкой. Жизнь здесь начинается с 6 утра и кипит, пока не потемнеет. Золунинецкая ягода съезжается со всей страны. И даже за рубежья в день собирается 150 машин. Сахават из Брянска. Золунинецкая клубника приезжает каждый год. Объясняет. Сезон у ягоды короткий, поэтому можно хорошо продать. Тем более спрос на белорусскую ягоду в России огромный. Даже с затратами на дорогу получается выгодно. Брянск, Москву. Везде любят пилоскорные, как они любят пилоскорные. Везем, ну, нормально. Нормально. Если было бы не выгодно, ну, не приехали, не туда поправили. А вот белорусских оптовиков закупочная цена, которая сложилась на рынке, не радует. Заработать на такое много не получится. Жалуются на конкурентов из России. Сегодня 2, 2,2. Она и в Гомеле так стоит 2,50. Ну, а так бывает и рубль иногда. Да, 1,4 доходит. А от чего зависит вообще? Зависит от людей. Сами же люди поднимают цену. Кто-то на Москву тарится, не хватает. Но так и поднимают. Местные производители настоящую цену клубники знают, как никто лучше. Тем более нынешний сезон сложный, много приходилось поливать. А потому ищут того, кто за ягоду предложит больше. Чем подешевле ухопить, да и все. Сначала было, вообще не было, куда деть. Хоть ты под плод выкидай. Да 2 рубля рачкуешь день. Что тут такого? А потом это. А потом это. А потом это. А потом я трошки еще погорела, ягода нема. Осталась только мелочь. Вот чуть цена уже. Рубль 60. А за сколько вы продаете свою клубнику? Я? Вот продала по рубль 80 и по рубль 60. Не остаться без ягоды стараются и государственные заготовители. Свои цены на закупку райпо формируют, исходя из рыночных. Пока, говорят, клубники хватает. Больше 100 тонн уже отправили на детское питание, варенье и вино. Товарная клубника, как и в прошлом году, она доходила до 2 рублей. Так и на сегодняшний момент она, ну, если вы видите, до 2 рублей она так и доходит. На консервные заводы идет по 50 копеек, на винодельческие по 30 копеек. В среднем клубничный сезон длится 4 недели, но в этом году он ранний и закончится тоже раньше обычного. Клубника уже начала отходить. Но мысли о красном золоте на Полесье не заканчиваются даже к концу сезона. Уже сейчас полешуки думают, где будут высаживать и собирать будущий урожай. Ведь здесь все прекрасно понимают, что работают ради мечты. А когда это удается, говорят, и душа поет. Тоже клубничные песни. Ах, виночки платится, бабский разговор. Кто в сердцах расплачется, кто потупит взор. А во мне безбесится, детки пою. И клубнику сладкую ягодку жую.